Сучитра Сен была самой популярной актрисой, которую когда-либо видел бенгальский кинематограф. Ее неизменная красота в сочетании с феноменальным присутствием на экране и огромной популярностью в прокате, особенно с актером Утамом Кумаром, вознесла ее в культовый статус. Фактически она создала новый образ в бенгальском кино, выразительной, хотя и трагической героиней, стремящейся к независимости вне семьи и традиций. Сучитра, урожденная Рома Дасгупта, появилась на свет 6 апреля 1931 года. К сожалению, ее дебют в кино состоялся в так и не вышедшем фильме «В соседней комнате», снятом в 1952 году. Но, к счастью для бенгалии, в следующем году она впервые сыграла с Утамом Кумаром в фильме «74,5». Эта искрометная комедия также стала прорывом для режиссера Нирмала Дея и имела огромный успех в прокате. Утам и Сучитра стали иконами бенгальских романтических мелодрам, превратив свои проекты в самостоятельный жанр. Среди популярных фильмов этой пары можно выделить «Забытую мелодию», «Индрани», «Брачный круг» и «Бипашу». Их фильмы были известны крупными планами и мягким фокусом, особенно Сучитры, которые задавали тон всей картины. Роскошно смонтированные романтические сцены на фоне ветряных просторов, поэтические закаты, изящно декорированные интерьеры с развивающимися занавесками, букеты роз, а также завораживающее исполнение актеров. Все это отличало фильмы Сучитры и Утама от других. Но, возможно, самым большим театральным триумфом Сучитры стал фильм «Семь узлов» 1963 года, где она сыграла Арчину, девушку, которая пытается уйти от своей властной матери, но та продолжает вмешиваться в ее жизнь даже после замужества. Тонко проработанная игра актрисы принесла ей награду за лучшую женскую роль на Московском международном кинофестивале в 1963 году. А сам фильм пересняли в Болливуде под названием «Чистый лист бумаги», где роль Сучитры исполнила Джая Бхадури. Превосходство Сучитры Сэн в Бенгалии не подвергалось сомнению, а вот появление в Болливуде было редким и сравнительно менее успешным. Причину этого трудно понять, поскольку ее экранное присутствие в ее фильмах на хинде было столь же ошеломляющим, как и всегда. Возможно, из-за языковых проблем некоторые из ее ролей выглядят немного неестественно и сдержанно. Ее первым фильмом на хинде был «Девдас» Бимала Роя, где она сыграла Парвате в паре с Дилипом Кумаром. Сучитры снялась в нескольких других фильмах, но успех, которым она пользовалась в своем родном штате, ускользнул от нее в Бомбее. В 1966 году, однако, вышла драма «Материнская любовь» – ремейк ее бенгальского фильма «Месяц фальгун». За роль матери-куртизанки и дочери-юриста актриса получила приз на Московском международном кинофестивале. Кстати, этот фильм очень успешно шел в прокате СССР. Но самым большим хитом Сен на языке хинди стал «Гроза», где она сыграла уязвимую, но амбициозную женщину, покинувшую дом и мужа, чтобы стать политическим лидером. Фильм вызвал споры из-за ее роли, которая, как говорили, была основана на жизни Индиры Ганди и даже был временно запрещен. Сучитра Сен ушла из кинематографа в 1978 году и с тех пор вела затворнический образ жизни. Преданная миссии Рамакришны, она погрузилась в медитацию и молитвы. Ее дочь Мунмун Сен и внучки Рия и Райма тоже стали актрисами. Сучитра Сен покинула этот мир 17 января 2014 года в возрасте 82 лет. На сегодня все. С вами была Мила. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok